Привет всем! Я наконец добрался и до растений водных и решил пополнить свою коллекцию лотосами. Они у меня уже взошли и сегодня буду сажать их на постоянное место роста. Вот они всходы, им 5 дней. В банке стало тесно, пора сажать во что-то более масштабное. Немного теории. Лотос орехоносный, многолетнее водное растение, произрастающее в теплых, хорошо освещенных водоемах с чистой водой. Лотос обладает уникальными листьями с гидрофобной поверхностью. Такой эффект возникает из-за микрорельефа листьев. Цветок лотоса его главная визитная карточка, по которой растение легко узнается. После цветения формируются крупные коробочки, содержащие семена. Так вот, чтобы прорастить это семечко, достаточно его просто замочить в воде. Но для ускорения процесса рекомендуется скарификация, то есть удаление части с крупы. Итак, для посадки, помимо большой емкости с водой, необходим питательный субстрат, в котором лотос будет себя хорошо чувствовать. При этом он должен не всплывать, не размываться и содержать все необходимые минеральные вещества. В идеале это донный ил. И такой есть в продаже. Я вот нашел сапропель, не что иное, как высушенный ил, и смешал его с песком. Получилась вот такая вот глина. В нее сажать и буду. Эту почву вряд ли можно назвать привлекательной. Она очень маркая. Ну, ил, он и в Африке ил. Где фокус-то? Для посадки вот такой вот контейнер. Я уже набрал воду и повесил светильник. Сейчас его включу. Опа! Да будет свет. Такой интересный, конечно, светильник. Я думаю, будет достаточно. Вообще, такие горшочки, конечно, маловаты для взрослого лотоса. Ну, и такой аквариум для него не очень-то подходящий. Но на первый год, я думаю, сойдет. Ну, если что, пересадить сюда успею. Так что, водружаю горшки. Выглядит это добро, конечно, сейчас интересно. Такой розовый подводный мир. Вот такой вот росточек. И остается этот орешек заглубить немножко в ил. Я думаю, выход он сам найдет. Немножко муть и поднялось после посадки. Но я думаю, эта муть быстро осядет. И теперь надо увидеть. Вот листик один всплыл. И два еще пока что не нашли поверхность. Но я думаю, в ближайшее время это исправится. Так как лотосы обычно растут на хорошо освещаемых водоемах, того света, который я установил, будет явно недостаточно. Но в перспективе у меня освободится один из мощных светильников. Вот его туда и поставлю. А пока ставьте классы, подписывайтесь. И у меня есть пару вопросов, на которые, быть может, вы знаете ответы. Засветет ли вода? Ведь есть свет, есть минеральные вещества. Будут ли эти водоросли мешать лотосу? Быть может, в свободное пространство посадить какие-нибудь водные растения, и они помогут или будут мешать. В общем, если вы знаете ответы на эти вопросы, жду в комментариях. Они открыты. Есть у меня еще вот такая травка. Думаю, подселить ее туда, чтобы она составляла конкуренцию водорослям. Правда, вот название я ее не знаю. Кто знает, может, подскажет, что это. Отправляю ее в аквариум. Раскидаю так по дну. Авось не зацветет.